Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы с самого утра на финансовых площадках подводим итоги основных фундаментальных событий прошлого дня, смотрим на те отчеты, релизы, либо какие-то значимые, которые на повестке предстоящих торгов. Потому что, будучи фундаменталистами, не отменяем одну из прописных истин того, что события фундаментального характера оказывают очень прямое влияние на большинство финансовых инструментов, которые на рынке присутствуют. Вчера у нас в фокусе, в центре внимания, была реформа Трампа по налогообложению, о ней мы поговорим сегодня. Как и всегда, уже как по устоявшейся традиции, хочется отметить то, что ожидания не только наши, но и большинства участников рынка были избыточны, потому что налоговая реформа вроде бы как представлена. Собственно, мы получили параметры того, что произойдет с данным сектором, соответственно, американской экономики. Мы понимаем, какие, собственно, блага это осуществует для корпоративного сектора, для рядовых потребителей. Мы понимаем то, что это серьезная предпосылка для возможного возвращения к политике рефляции, то есть роста индекса потребительских цен, что фактически выстилает ковровую дорогу для того, чтобы ФРС, который отвечает за денежно-кредитную политику, начал продолжать, продолжил, да, действительно, более активно повышать процентные ставки. Но мы, собственно, не отказывались от этой идеи еще в начале этого года. Вопрос был только в одном. Сколько раз американский регулятор пойдет на ужесточение монетарной политики? Я надеюсь, что сейчас, опять же, ожидания того, что это неизбежные действия, все-таки будут сказываться в динамике американцев, мы получим тот самый ускоритель для укрепления позиций американцев вдоль всего рынка Форекса. Ну, давайте начнем по порядку. У нас, как и всегда, первый инструмент, который мы обязаны прононизировать, это нефть. Я с особым удовольствием отмечаю КОС вчерашнего дня 52,05, сейчас актив чуть повыше, 52,19. Выводы, которые мы делаем в рамках, опять же, того, что случилось за вчерашнюю торговую сессию, восстановление, которое было обозначено во всем секторе углеводородов во вторник, не нашло своего продолжения в среду. Вы помните, мы вчера касались темы того, что рост, который был обозначен во вторник, совершенно очевидно, выглядел довольно вяло. Почему? Потому что на рынке больше сейчас медвежьего позиционирования, больше фундамента, указывающего на то, что этот актив является аутсайдером и не просто так находится в таком серьезном нисходящем пике. За две недели уже потери больше 7%. У нас еще две полноценные торговые сессии. Очень важный лист Бекер Хьюз, который будет замыкать всю пятидневку, тоже влияющий на перспективу нефти. И я надеюсь, что очередное подтверждение и еще одна неделя увеличения числа нефтяных терминалов окажет тот самый импульс, чтобы мы смогли продавить поддержку 52 доллара за баррель и пошли уже ниже к нашему заветному уровню 50 долларов за баррель. Если говорить про вчерашние отчеты, да, на повестке был очень серьезный статистический релиз, это по запасам нефти США. Так вот, можно сказать, что этот отчет стал основным локальным фактором давления на цены на нефть. Собственно, по статистике, запасы нефти снизились до максимального уровня с начала этого года на минус 3,6 миллиона баррелей в сутки. И, казалось бы, если мы говорим про снижение запасов, разве это не тот самый фундамент, который должен усиливать позиции покупателей и способствовать тому, чтобы этот актив рос? На самом деле логика да. Гласит, что по факту сокращения запасов можно делать выводы о высоком способе потребления и рассчитывать на рост котировок углеводородов. Ну, почему этого не произошло? Потому что Министерство энергетики формирует и публикует в среду целый блок статистики, который помимо запасов по нефти еще дает четкое представление о том, насколько выросли запасы дистиллята, запасы прочих производных углеводородов, запасы бензина, и также публикует статистику по объему добычи нефти в США позже за недельную давность. Так вот, данные по запасам, собственно, бензина, а также по уровню добычи нефти в США оказали полное компенсирующее воздействие на статистику по снижению запасов, потому что запасы по бензину не просто не снизились, они выросли на 3,36 миллиона бароней за неделю. И что касается общего показателя по добыче, здесь тоже статистика, как мы и предполагали, вследствие роста нефтяных терминалов со знаком «плюс», плюс 21 тысяча баррелей – это рост производства, поэтому, друзья, здесь сам собой вытекает уже вывод о том, что увеличение нефти добычи в Штатах, разумеется, не позволяет никуда деться тем опасениям, которые присутствуют на глобальном рынке сырья, за то, что этот рост продолжится, и увеличение добычи нефти в Штатах продолжит оказывать компенсирующее воздействие на сделку ОПЕК и других регионов, которые стали частью вот этого энергетического пакта. Продление его до конца 2017 года – это тот вопрос, который еще на повестке обсуждения. Но, будучи реалистами, мы уже говорили о том, что это соглашение, скорее всего, действительно продлят. Но очень много вопросов изначально к тому, будет ли оно эффективно, хотя бы даже в том формате, в котором оно действует сейчас. И скептики, которых очень много на рынке, считают то, что сделка явно не будет эффективна. И если ОПЕК пойдет, собственно, на продление этого энергетического пакта, они просто создадут условия для роста позиций Штатов, как экспортера, собственно, сырья на всем рынке углеводородов. Объемы импорта, кстати, растут. А в США плюс 1,1 миллиона. Сейчас экспортные поставки составляют также на порядок больше те цифры, которые мы анализировали с вами недели ранее. То есть Штаты у нас никуда не надеваются. Мы продолжаем следить за тем, что происходит по нефти там. И уже смирились с тем фактом, что эта статистика – это отчеты не регионального, а формата влияния. Это то, что позволяет нам строить и оценивать перспективы всего рынка черного золота. Поэтому давайте с вами ждать завтрашний отчет Baker Hughes. Насколько вырастет? Я думаю, количество терминалов не меньше, чем на 10, поскольку цены на нефть все равно находятся на высоком уровне, выше зоны рентабельности. Поэтому рост добычи продолжится и сохранится основной фактор давления на стоимость нефти, который и стал причиной того ослабления, которое мы сейчас и наблюдаем. Хочется верить, что это не еще одна очередная попытка Brent добраться до нижней границы довольно широкого диапазона хода цены. Это попытка, которая сейчас имеет очень много шансов стать результативной и попытка, которая в конечном счете приведет к пробою поддержки в 50 долларов за баррель. Российская валюта 56,87 уже, друзья. Такое ощущение, что рубль, возможно, знает больше, чем мы и понимает, куда сейчас идет нефть. Поэтому решил не дожидаться тестирования этого уровня в 50 долларов за баррель по Brent и стал девальвировать собственные позиции против основных конкурентов. 56,87. Вчера, между прочим, дневная свеча восходящая, которая связана с ростом доллара и ослаблением российского валютного актива, оказалась одной из самых значительных. И диапазон хода был очень широким. По-моему, даже максимум с начала этого года. Хорошо то, что рубль слабеет. Может быть, это, отчасти, еще и следствие того, что кончилась поддержка налогового периода в средствах массовой информации касательно текущей ситуации российского валютного рынка. Наверняка вы могли обратить внимание основу разговора про целесообразность валютных интервенций якобы для создания условий ослабления рубля. Кто-то объясняет их целесообразность в пополнении золотой валютных резервов. Я хочу отметить, что если действительно истинная цель пополнить ЗВР, то лучше уже делать это. Потому что на текущий момент валюта крайне является дешевой по сравнению с теми котировками и тем курсом, который показывает рубль. Возможно, уже не скоро, а, собственно, монетарным и денежным властям представится возможность запастись по такому курсу. Наша, друзья, с вами цель по доллару против рубля. Это 58-59, которые, разумеется, являются промежуточными, прежде чем мы пойдем с вами на сопротивление 60. Я надеюсь, что это движение уже пошло и надеюсь, что еще большим импульсом для ослабления рубля станет дальнейшее снижение нефти. Доллары японской иена. В центре внимания трейдеров в рамках вчерашнего дня, безусловно, находились ожидания того, что Трамп представит план налоговой реформы. Очень заведомо нас подготовили к тому, что это случится через интервью Трампа, через посты в твитах. Собственно, еще и Министерство финансов в лице Стивена Манучина подогревало рынок ожиданиями того, что это реформа. И те действия, которые стимулирующего характера будут дальше реализовываться Трампом, станут причиной роста показателей ОВП до 3%. То, что налоговая реформа станет самой значительной по снижению налоговых обязательств для физических и юридических лиц за всю историю Соединенных Штатов. Ну и, собственно, мы, конечно же, не могли не обратить на этот новостной фонд, потому что, будучи покупателем американца, в последнее время несколько скептически были настроены в отношении его бычьих перспектив, потому что видели, как Трамп единственное, что и делает, так это ужесточает торговые условия. Но ни слова про остиму. Сейчас картина меняется. И давайте в целом по реформе. Ожидания от счастья, я думаю, что были оправданы, а может быть даже больше, чем от счастья. Потому что ждали конкретику по налогам для бизнеса, эти налоги будут снижены с 35% до 15%, то есть, как и ожидалось, на 20%. Сильно изменился диапазон, собственно, оставок для частных лиц. Раньше этот диапазон был 7 уровнев, сейчас он будет состоять из нескольких ступеней, по-моему, трех. Это 10, 25 и 35%. Соответственно, тот капитал, который будет возвращен из рубежа, будет облагаться единожды только налогом. Ну и больше конкретики уже касалось относительно преференций, которые присутствуют у тех лиц, которые исполняют свои налоговые обязательства по налоговым вычетам. Это на самом деле не так интересно, потому что нас интересовали только основные базисы этой реформы. Реакция доллара. Рост, собственно, на этих ожиданиях, а потом уже на факте оглашения о самой реформе, мы добрались до локального края. Но вот сохранить результат по паре доллар-японская и иена к концу дня так и не удалось. Поэтому доллар начал слабеть и, в принципе, закрыл торги дня на том уровне, на котором и стартовал. Сейчас котировки 111.24 и я хочу отметить то, что я не увидел какого-то негатива в том, что было обозначено на рынке вчера. Хотя, если вы следили за новостным фоном и пытались до брифинга понять причину слабости доллара и почему американец, который так долго ждал таких реформаторских порывов со стороны Трампа, не смог забраться выше. Вот кто-то говорит то, что наставился на большую конкретику, кто-то говорит, что план это еще ничего не значащее новостное обстоятельство, потому что Трампа не смог протащить даже реформу здравоохранения среди однопартийцев. И есть высокие риски того, что забреют, скажем так, и данный документ, он не пройдет дальше, собственно, Сената. Я признаю то, что такие риски есть, но я разделяю позицию тех, кто считает, что стакан наполовину полон. И поскольку мы ждали этой самой реформы, неважно в каком формате, план, начало реализации, но самое главное реформы, которая будет озвучена самим Трампом, которая будет поддержана Министерством финансов со времен его инаугурации. Сейчас к концу подходит 100 дней его президентства, первых 100 дней. И, собственно, он наконец-таки начал реализовывать те реформы, которые подпали под категорию обещаний его предвыборных. Поэтому я считаю то, что доллар сейчас может быть не так динамично, но все-таки начнет и продолжит восстанавливать свои стоимостные позиции против японского конкурента. Сегодня, кстати, Банк Японии опубликовал ряд параметров по денежно-кредитной политике. Все без изменений, поэтому не будем останавливаться на действиях, которые дальше будут приниматься японскими монетарными властями. Мы просто помним то, что Банк Японии исходит из потребности добраться, достигнуть от целевого показателя по инфляции. Поэтому мягкая экономическая политика, она как была актуальной два года назад, год назад, так, скорее всего, и будет актуальной в неизменном формате до конца этого года. Вот, собственно, когда мы начали в 9.30 по московскому времени, должна была стартовать параллельная пресс-конференция Банка Японии. Поэтому, возможно, что сейчас движения по паре доллара и японской иены значительные, а в целом итоги мы уже сможем подвести с вами завтра. Но, исходя из налоговой реформы, исходя из того, что статистика по штатам находится все-таки в позитивном ключе в следующей неделе, у нас фронт фарм ПРС, Исходя из того, что ФРС готов и дальше повышать процентные ставки, напоминаю, что ожидание по июньскому ужесточению политики выше 63%, я думаю, что мы вправе ставить на дальнейший рост американца и с текущих уровней ждать, пока пара продолжит восходящее движение в район 113-114 йен против доллара. Европейская валюта против американца. Локальный хай, который был зафиксирован вчера 1,0950, но пробить эту планку евро не смог. После этого свалился больше, чем на 100 пунктов. Мне бы, конечно же, хотелось связать слабость евро с осознанием того, что трейдеры поняли, что первый хай-тур – это еще не решенный вопрос с кандидатурой президента Франции. Мне хотелось бы верить, что слабость евро – это отражение по-прежнему понимания слабости фундамента, который характеризует еврозону, если не говорить по отдельным экономикам, а в целом. Мне бы хотелось верить, что это еще является и следствием динамика евро того, что политика будет оставаться более мягкой. На самом деле, скорее всего, причина, которая стала основополагающей для вчерашней слабости евро – это фиксация просто результата длинных сделок, того профита, который удалось получить по факту оглашения итогов первого уровня голосования перед очень мощным фундаментом, который у нас грядет на повестке сегодняшнего торгового дня. Это заседание Европейского центрального банка, ставка ключевая, ставка по депозитам и, разумеется, как и всегда, нас будет больше интересовать то, что скажет Драги. Как и раньше, я считаю, что евро будет оставаться все-таки под давлением и надеюсь, что сегодня мое предположение того, что это направление более оправданно, будет поддержано еще и комментариями Драги, который, скорее всего, повторит риторию, озвученную неделей назад, о том, что низкие процентные ставки – это действительность, реальность и актуальность еще в течение длительного периода времени. Потому что инфляция, базовые значения, как вы помните из последних релизов, уж точно далеко не сильно не дотягивают до тех целей, которые были обозначены. Доллар-канадец – тоже очень важная валютная пара, в частности, интересно сейчас смотрится канадец, так же, как и австралийский доллар и новозеландский. Они, на самом деле, снижаются в целом, ну, если закрыть глаза на ту динамику, которая сейчас наблюдается в паре USDCAD, а говорить про то, что мы видели с начала недели. Австралийцы, между прочим, и новозеландцы снижаются и по текущий момент. Следствие и причина всего этого – усиленные протекционистские действия со стороны Трампа. И, как я уже отметил, поскольку близится к концу первые сто дней его президентства, возможно, Трамп продолжит реализовывать реформы, которые торгового характера направлены на защиту национальных производителей. И это не пустой звук, потому что Трамп несколькими днями ранее сообщил о том, что считает целесообразным поднять экспортные пошлины на древесину, которая поставляется со стороны Канады. И это стало серьезным импульсом для роста доллара против канадского конкурента. И тут же выпечило проблемы, с которыми могут столкнуться показатели торгового баланса Канады. Плюс ко всему трейдеры стали развивать эту идею и посчитали, что следом могут последовать такие же ограничения в адрес поставок молочной продукции. Ну, если говорить про новозеландский доллар, вы знаете то, что это сырье является основным для данной экономики. Поэтому, если Трамп проявит решительность и усилит протекционизм и в этом направлении, новозеландский доллар потеряет не меньше двух-трех фигур. А что касается канадца, вот то серьезное ослабление, которое мы видели буквально до конца вчерашней торговой сессии, было еще связано с тем, что правительство США, администрация США сообщила о том, что они рассматривают возможность выхода из торгового соглашения НАД. Это, между прочим, для Канады было самым главным риском. Потому что в этом договоре, в этом соглашении прописаны очень хорошие условия сотрудничества канадской экономики США. Если они будут, условия, пересмотрены в том негативном и протекционистном ключе, который я, в принципе, обозначил, тогда канадская экономика явно покажет куда более скромное закрытие 2017 года, нежели, скажем, то, которое мы наблюдали в конце 2016-го. Риски усиливаются, нарастают. Мы должны это иметь в виду. Вот почему канадский доллар сейчас явно не пользуется долгосрочным спросом. Хорошо, что мы смогли уже заработать на этой валютной паре. Сейчас котировки по USDCAD в 1.3537. Я думаю, что мы можем дождаться повторного тестирования поддержки 1.35 и после этого предпринять попытку очередной покупки. Но когда это произойдет, я вам, собственно, дам сигнал. Австралийца продаем, новозеландский доллар продаем, исходя из тех рисков, которые были обозначены. Американский фондовый рынок покупаем. Уже буквально несколько пунктов нас отделяет от исторического максимума в 2400 пунктов. Соответственно, уверен, что рынок с бодростью будет отыгрывать налоговую реформу и дальше увидит в ней больше света и позитива. И если это так, то и американская бенчмарка фонда S&P сможет снова показать нам экстремальные бычьи уровни, которые все равно, даже 2400 пунктов, это не тот ретир, которого мы с вами придерживаемся. Нам нужно еще выше 1450 пунктов. И, соответственно, как только мы доберемся до указанного последнего сопротивления, тогда это уже будет сигнал, чтобы задуматься, а действительно ли у американского фондового рынка будет достаточно оснований и сил для дальнейшего роста. Но пока интерес к фонде сохраняется, поскольку трейдеры не только рады возможности дождаться реализации налоговой реформы, но и продолжают отыгрывать крайне сильные результаты квартальной деятельности американских компаний. Сезон обещает быть чуть ли не самым сильным за несколько последних кварталов. Не забывайте и про этот позитив. Из важных событий сегодняшнего дня. В 14.45 ждем ставки S&P, в 15.30 заказы на товар длительного пользования в США и в 15.30 пресс-конференция Драги. Ну, то есть, про фундамент европейского происхождения мы с вами поговорили уже довольно детально. Понятно, что ждем, что хотелось бы увидеть фактические результаты и выводы будем делать уже после того, как эти события минут, то есть завтра. Друзья, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Если остались вопросы, если появятся в ходе сегодняшнего дня, как и всегда, приглашаю вас на канал на YouTube. Подписывайтесь на него, оставляйте там ваши посты, делайте комментарии, ну и не забывайте, конечно же, ставить лайки, большие пальцы. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok